Ну что, ребята, красавцы, это история, вы первые в истории, это очень круто, мы вас поздравляем. Если сейчас, спустя мгновение, после награждения, понимание, что вы сделали, и что это на всю жизнь, это Олимпийская злобная мигра. Не, ну, немного, пока не осознаем, сейчас немножечко пройдет время, уже будем смотреть на эту медаль, гордиться. Будут на всех дальнейших юниор-дивношеских Олимпийских игр, говорить то, что вот, русские выиграли. Да, но ведь гордость, конечно. Это правда круто, я думаю, что болельщики, которые здесь не были, которые посмотрят на общий счет, заброшенные шайбы, пропущенные шайбы. То, как заканчивается матч, они подумают, что мы здесь вот на легкой ноге, что называется, легкой рукой на легкой ноге выиграли. Но ведь далеко не так было, и конкуренция здесь высокая, не так ли? Не, ну, конечно, тут хорошие соперники, и финны, и канадцы, и Даня тоже. Все сражались до последнего, даже при таком большом счете все сражаются до конца. Просто где-то удача на нашей стороне, всегда и у нас хорошая реализация моментов, но и все так получается, отлично. В общем, в хоккее бывает по-разному, бывает такое, что счет только, да, там, одна шайба преимущества, и поэтому радость всегда поплескается в последний счет. Но здесь было понятно, даже, когда не вратаря уже снимали, было понятно, что мы выиграли. И тем не менее, с сиреной, первые мысли, что в голове, когда ты понимаешь, что вот сейчас уже точно чемпионат? В голове ничего, просто опустошение, как камень души, просто радость, тусульство. Ну, то есть, признайтесь честно, в команде в этом отношении была некая напряженочка, что мы обязаны здесь побежать, мы приехали только за победой, поэтому у всех был первичок, да? Конечно, всегда в сборной России приезжают только за победой. Шикарные эмоции, мы еще не ощущаем, спасибо. Конечно, счастливы. Не каждый день выигрываешься в противнир, очень все рады. Американцы вам видели сложные команды, а на самом деле, как вышло? Американцы техничные, сильная команда, достаточно техничные все игроки. Ваш дубль в первом периоде, по сути дела, решил сход игры. Возможно, но команда, команда, команда вся выкладывалась на 100%, и мы поэтому только выгодились, сплотились и выиграли эту игру. Во втором периоде у вас было два прекрасных момента, вы выходили один на один, но их не использовали, могли шхет-трик оформить. Мог, получилось маленько. Главное, что четыре ноги выиграли в финал. Вот что, самое главное. Но вы еще бонусом стали лучшим снайпером турнира, 9 шаг забросили. Для вас это приятно, на факт? Приятно, что мы первое место заняли. Год, что приятно. А так, остальное все не важно. Что теперь вас ждет? Насколько важна для вас эта победа? Самое заметное место было Олимпийские игры выиграть, и мы это сделали. Но теперь какие будут шаги в большой хоккей? Ну, сейчас, вот это самое главное. Потом мы уже посмотрим, что будет дальше. Уже его увидим, как говорится. По ходу турнира вы довольно сдержанно оценивали игру своих подопечных, но сейчас-то оценку отлично можно поставить? Конечно, все матчи выиграны, золото ребята взяли. Даже не сколько хочу оценку отлично поставить, а сколько рад просто за ребят, что они такой крупный турнир, который, наверное, самый крупный в карьере. Ребятам по 15 лет у этой сборной большое будущее? А вот когда им будет по 20 лет, тогда, наверное, можно будет однозначно ответить на этот вопрос. 15-й такой возраст достаточно интересный, переходный. Но наша задача, конечно, сделать то, чтобы у этих парней было большое будущее. Надеюсь, все получится. В сборной родилась ударная Тройка, Мирошниченко, Мечков, Квачко. Но они все из разных клубов. Как ее сохранить для сборной? Ой, сложный вопрос. Я повторюсь лишь, что это Ю-16, Ю-17, Ю-18 ситуация может меняться. Поэтому ребятам, в первую очередь, которых вы назвали, не стоит обольщаться, как наш президент сказал сегодня в раздевалке. Не стоит обольщаться. И если вам, как говорится, если вам дан талант, его нужно развивать. Если работать, серьезно относиться к своей профессии, то я думаю, что у этих ребят будет будущее хорошее.